Саратов В прошлом Саратов – одноэтажный город, один из центров мукомольной промышленности и торговли хлебом. Современный Саратов – крупный промышленный, культурный и транспортный центр Нижнего Поволжья. Выгодное географическое положение, природные ресурсы, дешевая электроэнергия Волжской и Саратовской ГЭС и тепловых электростанций определили промышленное развитие города. Саратов – первенец отечественной газовой индустрии. Недалеко от Саратова добывается газ, который по газопроводу доставляется в Москву и другие города центра. Добываемая нефть перерабатывается на крекинг-заводе имени Кирова, детище первой пятилетки. С нефтеперерабатывающими предприятиями связаны химические заводы. Саратовский химический комбинат, используя природный газ и отходы нефтепереработки, выпускает этиловый спирт, который идет на производство синтетического каучука. Минеральное удобрение – сульфат, аммония. Из природного метана получена искусственная шерсть. Из фенола получают капроновую нить и пластмассы. На комбинате химического волокна производят высокопрочный вискозный корт. Индустриальный облик города определяет также машиностроение. Подшипниковый завод производит изделия высокой точности. В Саратове выпускают уникальные зуборезные станки. Они нарезают конические зубчатые колеса большого диаметра. А это самый крупный в стране завод технического стекла. Он полностью автоматизирован. Реконструированы и старые заводы пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности. Саратовский полиграфический комбинат выпускает более половины всех учебников для школ страны. Значительная часть готовой продукции уходит через порт. Волга пропускает огромные грузовые потоки. Крупнейший автодорожный мост соединяет Саратов с новым индустриальным центром городом Энгельсом. В Саратове живет и трудится более 750 тысяч человек. В последнее время город разросся и поднялся на склоны возвышенностей Соколовой горы, Лысой и Алтынной. Город озеленен. Особенно живописные аллеи и скверы новой набережной космонавтов. Культурные традиции Саратова восходят ко временам Радищева, жизнь которого была тесно связана с городом. Именем Радищева назван художественный музей. Саратовцы свято чтут память своего земляка Николая Гавриловича Чернышевского. Имя Чернышевского носят улица, театр. Университет, одно из 11 высших учебных заведений города. Вечером открываются двери театров. Здесь есть цирк, телецентр. За годы советской власти провинциальный торговый Саратов превратился в современный промышленный город. Продолжение следует...